Я всегда ожидаю худшего. Ну, то есть, всегда получается лучше, чем я ожидаю. Всегда. Ну, потому что, видимо, я ожидаю, не знаю, там, тухлопомидоров, еще чего-нибудь. Ну, я ожидаю, что людям совсем не понравится, не встанут и уйдут. Ну, чего-нибудь такого. Я очень самокритична, и поэтому мне кажется, что это совершенно никому не интересно. Ну, в принципе, то есть, ну, в типичном Питере там уже была адекватная, да, как бы, публика. Вот. Там были даже хорошие там комментарии. Моя самая главная проблема – это выступать перед достаточным количеством людей. То есть, ну, перед тобой, ты один – это не страшно. То есть, даже пять человек – это еще не страшно. А когда их больше десяти, это уже для меня, как бы, какой-то… Если переборю, ну, вот для меня, если я переборю вот такой контакт, когда люди находятся, ну, вот на таком расстоянии, как ты сейчас со мной, а то и бывает и ближе, то, наверное, уже потом еще не страшно. Вот. Ну, раньше я вообще не могла петь, только играла. Я… было страшно. Вот сейчас, в принципе, я переборола этот страх постепенно. Наращиваю опыт, наращиваю, не знаю, как называть, броню, чтобы это… Я могла с этим бороться, вполне себе спокойно. Не так, что вот так вот руки трясутся, а гитара ходуном ходит, голос вибрирует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нет, ну, я не люблю рассказывать. То есть человек должен понять, вот, если он поймет. Ну, как бы, каждый услышит все равно свое. То есть я пишу о чем-то своем, да, вот летний день, это не тупо вот о дне, да, это какая-то внутренняя мысль, да, внутреннее переживание. А другой человек услышит что-то другое, ему просто понравятся песни о лете, о летнем дожде. Будет, как ему казаться это, романтичным, он с девушкой будет там сидеть и пить вино под эту песню. Почему нет? Поэтому напрягать человека, вот, я вот хотела вот это сказать? Нет, не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Абстракции там-то в принципе нет. Ну, например, в первой песне там вообще все буквально. Ленивое говно, иди давай что-нибудь делай в конце концов, всем тяжело и вообще иди работай. Во второй это просто, не знаю, человеку не с кем было поговорить. Ну, буквально, если вот, ну, почитать по тексту, то есть не... И вот он пошел в парк, там дождь, и вот он своими мыслями делится с дождем. Все. То есть, грубо говоря, так. Кому-то, может, это будет близко, кому-то нет. Кому-то просто понравится голос, понравится картинка. Каждый по-своему вообще выбирает себе то, кого слушать, на кого смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Писать и не планировать что-то делать дальше, это глупо. Тем более то количество, которое песен у меня сейчас есть, ну, это реально глупо. Смысл написать такое количество песен, которых хватает уже на два альбома, чтобы просто сидеть дома или, там, петь перед публикой в 30 человек. Причем дело не в количестве, а ты когда пишешь, ты же действительно хочешь с кем-то поделиться, не просто с бумагой. Да, хочу, ну, может быть, я не умею правильно искать музыкантов. Не знаю. Мечтать, идти к цели, никогда не сдаваться. Наверное, так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok